Дорогие друзья, уважаемые зрители канала Любимого ТВ, мои замечательные, обожаемые подписчики и все те, с кем мы на одной волне. Я вас рада приветствовать, с вами Татьяна Любимова, я природная ведущая. Что мы сегодня с вами посмотрим? Посмотрим, как он там без вас сегодня. Девочки, у кого актуальна тема третьи лица, я просто сделаю немножечко ответвления для вас. Это будет и для тех, у кого нет проблем с третьими лицами, и для тех, у кого все-таки такой фактор риска имеется. Или конкретно, вы знаете, что человек не свободен. Но вот такая любовь приключилась. Посмотрим, что там у вас на ближайшее время. Сейчас и на ближайшее время. Давайте смотреть. Смотрите, мужчину здесь показывают, сам вышел прям король, мечевой, воздушный. Это не обязательно девочке, что он будет воздушного знака. Сейчас он просто пребывает в воздушных энергиях. Логика хорошо работает, критичность ума. Сначала он должен подумать, как будет правильно, как будет толково, должен наметить план, потом что-то делать. Но он настроен миролюбиво. Насколько это может делать мечевой? Холоден, но избирателен. И все-таки по-своему он приветлив сейчас. Хорошо. Что там у тебя еще интересненького? Поведай нам, расскажи нам. Вы знаете, здесь речь идет о трансформации, о каком-то переезде. Либо о том, чтобы закрыть гештальты прошлого, и он не может их сделать. Пока все, что было и прошло, но для него не совсем прошло. Естественно, на такое положение дело тягивает энергию. И очень похоже, если человек не свободен, то его глубоко, корнями назад тянет как-то деревце. Что-то связанное. И с корнями, кстати, с близкими, родными, может быть, с друзьями, с тем, с кем. Может быть, уже и не надо идти, уже идут в разные стороны, но все равно как-то тащит. Где-то общается, слушает еще какие-то выводы. Какие-то советы, может быть, вполне ненужные. Потому что здесь уже многое говорит о том, что человек вырвался вперед, и остальное для него очень многое, то, что было раньше, уже является балластом. То есть с чем-то ему нужно попрощаться, как-то ему нужно обнулиться, обновиться для нового. То есть то, что, знаете, бывает, когда старое вот это вот, или пятое колесо, или что-то старенькое, уже все, уже детальки-то, такие детали не выпускают, а он все вот... Люблю я самокат, да, все уже давно на машинах катаются, но даже вот на этих, которые очень быстро, что там, как они называются сейчас? Вы поняли, да, не самокат, но вот с моторчиком. Он все по старинке, да, ну вот. Ай-яй-яй, какой. Девочки, ничего никому не дам. Жалеет сейчас денежку, хочет набрать, видимо, какой-то потенциал, потому что готовится вот еще здесь, дороги показывают к отъезду, к переезду, либо к вообще какой-то дороге. Может быть, это даже большой скачок к новым его возможностям. Это может быть и переход на новый уровень социальный, на новый уровень профессиональный. Должность новая, может быть, какой-то размах. И, может быть, и в отношениях с вами будет что-то новенькое, большое. И, опять же, может быть, дорога, знаете, не только отдых, и не только реальная дорога. Если задумывали встречу, да, это намеревается. Но, может быть, и сам по себе. Ну и, опять же, мы говорим более глубоко, если смотреть, то здесь может быть, знаете, как большой-большой скачок. Вот к чему-то стремился, наметил цель, план составил. И даже подберегая для этого энергию и финансовые средства, чтобы сделать какой-то крутой рывок. Единственное, что, вот у него все-таки палки в колеса будут вот с этой дорогой. Может быть, не сразу получится. Получится чуть позже. И, знаете, все-таки вот здесь задержка. Вот если в общем и целом брать, да, получается задержка. И все вот его желания, да, жесты какие-то красивые, стихия огня, она у него почему-то сейчас подминается. Сидит и обдумывает хорошо. Опять вот планы строит. У него есть возможности, но здесь будет временная все-таки проволочка. Не сразу он допетрит. Ему надо вот еще завершить вот эти гештальты прошлого, о которых уже было сказано. И тогда у него появится больше энергии. Выйдет из пячки он. Выйдет из пячки и, говорится, нас ждут великие дела. Выйдет из сомнений. Ну вот оно, перспективы появятся. Он ждет этих перспектив, ждет больших перемен. Давайте теперь посмотрим, а что в отношении вас у этого человека. Что там сейчас и в ближайшее время. Какой он вас видит. Итак. Знаете, он может сказать, что девушки потом. Сначала все-таки самолеты, работа, вот эти вот его претензии какие-то. Девочки, к вам он относится как к своей собственности. Не обижайтесь. Но здесь постоянство. Даже если плохо, то это постоянно плохо. Если это хорошо, то это, ну хотя бы как минимум, постоянно хорошо. Уровень четверка. Хорошо. Хорошист. Ну а что, нормально, да? Почему бы и нет? Ну пока не больше. А у вас прям такое радушие. Для вас это свет в окне. С одной стороны, может быть, очень уважаемый вами человек. Мы с тобой уважаемые, да? Может быть, вы, девочки, смотрите с позиции замужней женщины. А может быть, вы его видите женатым человеком. А может быть, хотели бы замуж. То здесь нельзя однозначно, односложно дать ответ. Информация идет разносторонняя. Мы должны ее немножко привязать поближе к вам. Но опять же, это не индивидуальный прием. Это общий прием. Ну и информацию, пожалуйста, к вам на вашу ситуацию конкретно примените. У вас ситуация двойная. Обход острых углов. С одной стороны, мы говорим, что воля, что не воля. С другой, здесь нужно быть мобильными. И уметь приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам. Как внешним, так и внутренним, так и в отношениях. У человека, посмотрите, все говорит о деньгах. Девочки, если этот человек не свободен, опять же, у него и в семье должно быть хорошо. Но и без вас он не может. То есть вы его частичка собственности какой-то. Его прям родной может быть человек. Но мы пока еще не видим эмоций. Мы видим его желание просто вами обладать. Он привык к вам. Он хочет, чтобы вы были с ними. Вы такая константа для него. Может, вы хотите, чтобы он на вас женился? Он говорит, ну блин, знаешь, у меня пока еще очень много дел личных. Но в принципе этот человек, если он свободен, то он может предложить очень многое вам. Большие закрома. Даже если они, по сути, будут небольшими. Ну, вам хватит на двоих за глаза, как говорится. О, и вот тут девятка пентаклей. Посмотрите, здесь может быть какой-то подвох. Ждали денег, а получили розу в форме денежки. Это говорит о чем? Это говорит о том, что, девчата, если вы только намерены от этого человека получить материальные блага, потому что здесь человек может быть при должности, уважаемый, профессионал, с хорошей репутацией. И вообще человек, который все равно, если даже упадет, он встанет и заработает. И репутацию, и деньги, и все, что хочешь, тут маг. Между вами вот эта магия и вы тоже интересные, и профессиональные, и социальные. Волшебные оба. В хорошем смысле слова. Если кто-то там что-то уловил, дорогие, это ваше восприятие. Но мы же иногда и шутка юмора, да, в принципе, надо почаще нам улыбаться, а то что-то прям... А то что-то прям как-то грустно-печально. Смотрите, значит, не всегда вот все бывает, не всегда все по справедливости. То есть пока в ближайшее время будут непонятные между вами ситуации, не будет договоренности стопроцентной, к этому нужно быть просто готовыми. И не нужно ждать, что все прям вот вы решили, и вы там острые углы обходите, значит, все будет замечательно. Как начальщик весов, это вы так можете. А вот здесь ситуация между вами будет говорить, что... Семь раз отмерь, один раз отрезай. Вот миролюбие и желание... Будет желание конфликтовать, выяснять отношения. Почему ты ко мне не справишься? Да неважно. Здесь просто нужно всячески стараться хотя бы не поругаться. Так, потому что если разругаете, здесь покажут прямо серьезно надолго. Все равно есть дорога, она очень сложная. Может быть, не сразу между вами, и ты приезды, и вместе, может быть, куда-нибудь, может быть, вот, жизненный путь вы свой решили вместе связать, но потихонечку придете пока, потихоньку, помаленьку, не быстро. И, может, знаете, какая-то между вами встреча еще отложится из каких-то препятствий, препон, может быть, он энергетически не достанет сил, может быть, финансово. Здесь мы не видим, здесь просто вот какая-то, как вы посчитаете, что несправедливость. Но не стоит форсировать события. Значит, это для чего-то нужно, да, что не нужно, чтобы было сразу. Сейчас вот так, как ситуация сложилась между вами, это идет профанация, когда вниз, да, в регрессе, вниз идет. Как бы не из болота, а наоборот. Подсасывает немножко, подтягивает и не дает развития. Значит, надо что-то поменять. Но мы видим, что человек особо не хочет меняться, его еще влекут какие-то интересы, конечно, которые годами, да, и что-то, может быть, и надо было уже изменить. Но какой-то вот он... Но здесь судьба сама все расставит по местам. Здесь нужно использовать шансы. Он не всегда может у тебя шансы использовать, потому что, повторюсь, у него какой-то балласт из прошлого есть, с которой, мол, не хочешь просто так расставаться. А вдруг пригодится, да? Может быть, человек не видит, что кто-то его использует уже на данный момент, не дает ничего нового, а только внушают какие-то страхи и неуверенность в себе, может быть, его планы вносит, какие-то характеровки не очень хорошие, полезные. Может быть, он склонен, или он кого-то слушает, что-то очень похоже на то. Вы ему сами можете быть лучшим товарищем и хорошим, надежным помощником. То есть, если бы он к вам прислушивался, было бы гораздо полезнее. У него, знаете, у него здесь идет что-то с работой нехорошо. Здесь какие-то проверки или какой-то подставы, или нет развития. Может быть, даже резкий уход. С одного места и надо искать другое. Какой-то вот здесь подвох в этом. К вам чувства, какие на данный момент. Сейчас колоду поменяю, да, потому что все равно выводят так. Нет-нет и на социум, нет-нет и опять что-то такое более глобальное, да, от вас. Но вы-то понятно, что глобальное для него должно быть. И его сфера любви. Это глобально. Давайте чувства сейчас возьму на прекрасной колоде, нежный. Приятный. Итак, чувства к вам на данный момент. Что здесь? Девочки, особенно если этот человек не свободен, жена за счет он за свою репутацию. Все-таки радеет. Он говорит, что потом, в будущем, может вам давать обещание на будущее, что там дальше он разберется, и все, вы будете вместе, и все будет хорошо. Но, да, здесь не должно быть, кстати, каких-то сомнений действительно, но все равно он может вас обижать. И сколько вы его можете ждать, да? Еще в чувствах, вот, смотрите, луна. Но это какой-то период времени, когда трудно очень, и много страхов. Уроки, прохождение, выход из сложных ситуаций, проверка на вшивость у кого-то, проверка на силу воли. Пентакливый вышел. Будет долго-долго принимать решение. Может быть, уже на данный момент долго это делает, да? Но в сердце еще десятка пентаклей. Пока он не разоряется эмоционально, он все в дом, все в семью, хозяйственный очень. Девочки, он все равно видит хорошие перспективы, он к ним стремится. Но ему нужна реализация именно как мужчине, как человеку, который живет в нашем мужском мире, да? Все-таки, как бы сейчас объединение не ратовали, да? Но все-таки есть даже менталитет разный, да, у всех, как бы. И на этой волне, не углубляясь слишком, не заходя слишком глубоко, можно сказать, что этому мужчине нужно соперничать, ему нужно чего-то добиваться, он должен доказать, что он мужик, что он могет. И тогда уже вас под крыло. Возможно, да? Но не просто так. Возьмет ли он вас под свое крыло? Он чувства не показывает сейчас просто. Шестерка кубков, да, сейчас пока не очень. Но, по сути, когда мы говорим родственные кармические души, частички родственных душ кармических, ну, это про вас, как бы. Это про вас. Так, ноги его куда поведут? К вам или в другую степь? Мы сделаем бонусом потом, знаете, у кого есть третьи лица, да, на бонусом проверим, что там и как у него. Так, куда он пошлепает в ближайшее время? К вам, от вас. Что у него в планах? Ну, вот, посмотрите. Висит на обрыве. Над обрывом и уже, как бы, и цветочек дыхает, да? Значит, ну, он говорит так, пока ничего не обещаю. Всё, идём как идём. Движемся вместе, рядом. Но, в общем-то, не понимает ещё много чего. Вот здесь, смотрите, не хочет, скажем так, рассматривать в качестве супруги пока вас. Может быть, ему ещё, вы его не удивили вашим потенциалом, который у вас вполне есть. Просто чё-то он кочевряжется, да, ну, ему надо реализовать себя в первую очередь. И здесь какая-то блажь без вас. Ему тоже очень плохо. Ему капитально нехорошо, но он живёт для себя или хочет пожить для себя. Он не готов делать никакой выбор сейчас. Не готов. Вот мак его, пожалуйста, опять в прямом, прекрасном виде. Сначала самолёты, девушки, потом. Вот, пожалуйста. Смотрите, что здесь нет равного энергообмена, то есть вы, у этого человека, как бы, вам нужно внимание больше, либо чтобы он уже какую-то конкретику вам дал, он не даёт её. Ну и что? У него здесь великие дела. У него большие переходные моменты. Он ещё там на что-то сильно, серьёзное надеяться на что-то такое, где ему прям будет сильно хорошо, всё понятно, какие-то вторые шансы, опять же, на какую-то победу, на успех, на какое-то исцеление, да, это даже и в отношениях, может быть, что будет дальше лучше. Но пока он тоже вынужден огибать острые углы и как-то приспосабливаться, потом-то придёт нечего. Он так как бы и не уходил особо, да, ну, может, такую позицию занимать в ожидающую, непонятно. Ну, вот опять девочки Пентаклифы. Ну, это ждуны, это у него там было немножечко интеллекта, хотя это интеллекта много, подъёживаем, да, мужика? Значит, всё нормально с интеллектом, он там думает, он думает, как ему удобнее, девочки, как комфортно он тоже должен думать. Потом, если человек не свободный, обязательно, чтобы ещё и репутацию, чтобы как-то дебет с кредитом, да, ну, вот так, давайте сейчас, кому актуально, посмотрите, задумайте, третьи лица, да, что там происходит между ними. Ну, если конкретики нет, что кто-то, ну, можете подумать, что у него там с друзьями, или вообще, да, когда он без вас. Давайте посмотрим, что покажут, просто чувствую информацию. Первый, второй, третий вариант. что там у него без вас. Девочки, здесь капитально, видите, сразу. Здесь есть, мы в его поле, некие структуры, стихии, которые качают права. Там, как бы, имеют на него некое влияние. Здесь капитально, третьи лица, соперничество, соперницы, и прочее. Как там? Вы знаете, а здесь и уважения уже как бы нет. И жена, не жена, и ресурсность не дает. Здесь, похоже, просто, хрен такое слово пришло, бычица, да? Руки в боки, и права качаются. Сама женщина достаточно себе на уме. Они даже в чем-то похожи изначально, но она как бы тоже свободна, она может вполне себе. У нее здесь корыстные цели, но не обязательно финансовые. Может быть, кто-то просто хочет, чтобы мужчина был под каблуком, да? Чтобы иметь какое-то влияние, но она сама не ресурсна, потому что сама она, скорее всего, эту энергию куда-то отдает. Я бы не сказала, что там хорошо. Возможно, там не очень хорошо, но если смотрит жена девочки, да? Вот когда мы смотрели, что уже нет как бы уважения от какого-то, может быть, просто по документам, или вы не чувствуете тепло, и чувство, и ласку от этого человека к себе, просто вот, какая-то формальность, да? Тогда здесь любовница завелась, как бы просто показывает, тогда что у них еще? Здесь тоже нет никакого выбора. Мы убираем. То есть там ни шатка, ни валка. Все. Есть и есть. А что дальше? Ну, девчонки, здесь, скорее всего, на индивидуальный прием. Второе. Так. Здесь какие-то шансы, просто, знаете, как будто бы человек приз выиграл, и шанс еще что-то в своей жизни изменить. Но эти шансы и удача, она же не может постоянно улыбаться. То есть тут удача как бы уже отвернулась. Здесь карму люди отрабатывают сами между собой. То есть вам сюда как бы влезать, ну, нежелательно. И там спад идет. Очень нехорошо. Но они должны это отработать, что между ними. В принципе, здесь отдача долгов может быть друг другу. Каждый уже должен осознать сам, что они не являются мотиваторами друг для друга. И вот это волшебство, когда каждый друг другу был дан как приз, как вот этот шанс на новое счастье, просто, да, вот, балдежное, приятнейший подарок судьбы. Здесь потихонечку идет, ну, все уже в обратном порядке. Как бы уже более на холодную такую почву, на земную, как бы приспустились оба, да. Но все равно здесь еще не закончен. Сам цикл у них вот туда-сюда может быть. Здесь нужно, чтобы люди сами разобрались без чего-либо участия. То есть туда влезать себе дороже, да, потому что можно набрать кармически какого-то негатива и всякой разной грязи оттуда. То есть там как-то тут колесо судьбы заверчено, как бы то ни было, это их дела, да. Они должны будут разобраться или нет, но вы поняли, я надеюсь, да. И третий, что здесь, что у него, значит, здесь, смотрите, показывают. Опять же, что-то раньше держало. Скорее всего, было и понимание, и мудрость, там что-то, и исцеление какое-то личное, да, такие энергии были хорошие. Сейчас этого тоже нету. Что там происходит? Но все равно еще какие-то крепкие связи. Это очень сложно уйти от того, что было. Так, положительно или отрицательно? Здесь тоже не очень хорошо все. Скорее всего, здесь родственники переживают, что будут близкие люди, как-то узнают, будут расстраиваться. Между ними уже вроде как ничего такого и нету. Раньше сильно сближала, хорошая связь была. На данный момент это уже, момент уже ушло. Не видим пока крепких связей. Да и вообще не пока, просто не видим. И порадовать как бы близкое окружение нечем. Может быть, тут же опять же сдерживающий фактор. Это все-таки родные, друзья, близкие. А при непримиримые разногласия люди не находят общий язык. Ну вот так. И здесь очень ссоры могут перерастать, обычные большие затяжные конфликты. В принципе, дело может дойти до развода. Только единственное, что если они и ждут чего-то, то, может быть, кто-то говорит, пока дети подрастут, да ну дети все видят. Зачем? Это тоже какая-то отмазка. Ну, в общем, суть и дело. Я надеюсь, что вы поняли. Вам было интересно и полезно. Спасибо вам всем, кто был со мной. Пожалуйста, ставьте ваши лайки. Это ваша благодарность, да, мой скромный труд и мотивация для наших новых встреч. Так же, кстати, как и ваша подписка. И спасибо, что делитесь моими видео с вашими друзьями в соцсетях. Взаимности вам, дорогие. И до новых встреч. Пока-пока.